привет друзья с вами виктория сегодня я вам расскажу как я готовлю брокколи в брокколи содержится много витаминов употребление брокколи это отличная профилактика от многих заболеваний но если его приготовить неправильно то все витамины можно уничтожить также брокколи я приготовлю два разных соуса оставляю вас видео если видео и рецепт вам понравится не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал для приготовления нам понадобится конечно же сами брокколи 2-3 лимона 2 головки чеснока соль растительное масло у меня будет для соусов растительное масло разных сортов но это не обязательно и еще забыла сюда положить но еще понадобится нам горчица полное количество продуктов я вам оставила в описании под видео ставлю кастрюлю с водой на огонь воду нам нужно довести до закипания и пока займусь брокколи нарезаю брокколи на соцветия примерно вот такого вот размера плодоножку от брокколи я не выкидываю я ее хорошо очищаю убираю самые твердые места и тоже варю затем нам нужно хорошо промыть брокколи вода закипела в закипевшую воду насыпаю примерно пол чайной ложечки соли соль по вкусу и выкладываю в закипевшую воду брокколи у кипеть брокколи две-три минуты это очень важно и я рекомендую соблюдать это правило потому что если вы будете его варить дольше то во первых все витамины уничтожатся и во вторых он получится немного разваренным не такой вкусный подготавливаю холодную воду брокколи нам нужно будет сразу выложить холодную воду я добавляю воду лед у меня вот такие разноцветные льдинки но это конечно не обязательно я сделала это для красоты естественно можно просто налить холодной воды или добавить обычный лед сливаю брокколи три минуты прошло я люблю его варить три минуты но не больше и выкладываю сразу брокколи в холодную воду оставляю его буквально на пару-тройку минут надо чтобы он остыл чтобы процесс варки закончился но слишком долго в воде его оставлять не нужно чтобы он не набирал в себя воду и выкладываю в сухую емкость пока займусь приготовлением соуса первый соус у нас будет с лимоном и чесноком в последующем мы его немножко подсолим и добавим растительного масла разрезаем на пополам лимоны в принципе одного лимона для этого соуса достаточно но мы любим немножко покислее и вот таким образом тоже нарезаем чеснок срезаем шапочку выкладываем в жаропрочную емкость смазываем чеснок и лимоны растительным маслом вот таким образом и заранее разогретую до 180 градусов духовку ставлю запекаться чеснок с лимонами на 30 минут а пока приготовлю второй соус второй соус у меня будет значит добавляю 4 столовые ложки растительного масла у меня растительное масло разных сортов смесь масел оливковое масло подсолнечное масло общем смотрите когда вы смешиваете масла естественно те масла который вам больше нравится то это добавляет вкус в масло добавляем соль соль по вкусу и 2 чайные ложечки лимона сока лимона у меня готовый уже сок лимона можно выжать обычный из обычного лимона также можно добавить уксус и добавляю 2 чайные ложечки горчицы у меня горчица не крепкая хорошо перемешиваю этот соус надо так как бы даже взбить он должен получиться вот такой вот видите немножко такой кремовый взбивать нужно до кремового состояния лимоны и чеснок у меня приготовились я их вытаскиваю и вот таким образом изымаю из лимонов всю мякоть то же самое проделываю с остальными лимонами этот соус это для того у кого проблемы например желудком тоже подойдет и точно так же поступаю с чесноком выдавливаю как бы из чеснока всю мякоть этот соус конечно на любителя но мы любим также в этот соус нужно добавить немножко соли и растительного масла и все хорошо тщательно тщательно перемешать другие рецепты с овощами летние рецепты с кабачками цветной капусты я вам оставлю под видео ссылочки все вот такая цветная капуста у нас получилось с двумя разными соусами я подаю в этот раз цветную капусту с красной рыбой фаршированными шампиньонами и картофелем надеюсь это видео было для вас полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите мне свои комментарии а я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч